Забайкалье 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 Даши Это совершенно новое невероятное искусство, это все, не знаю, как в этом человеке, и проявилось, как ему сказал один из шаманов, это не ты творишь, это твои предки, это правда. Рациональное и иррациональное – основная дилемма сегодняшнего века. В своем искусстве Даши нашел ответ и отдает его всему миру. Он не вступает в диалог, он предлагает диалог, он предлагает диалог и открывает такой мир, который грядет. Он предлагает дилемма сегодняшнего века. Он предлагает дилемма, когда человек был частью животного мира, частью природы. Он предлагает дилемма, который был в этом мире. Он предлагает дилемма, который был в этом мире. Мифы буддийские, мифы вот этого Дальнего Востока, вся эта мифологическая культура, она настолько богата, что она должна была породить современное явление. Только это оказалось не в литературе и не в кино, а как вот неожиданно воплотилось в творчестве Даши. Все эти устрашающие маски, какие-то монстры с нашей точки зрения, которые для Востока, в общем, обереги. Эти работы стояли у нас не в зале, где находилась основная экспозиция, а снаружи, при входе. И две из этих работ, которые называются «Войны», «Генералы», многие говорили, что они несут отрицательную энергию. Но на самом деле это было очень важно, потому что одухотворенность работ Даши выражалась даже в каких-то отрицательных восприятиях людей. Все работы, вот я подчеркиваю, что они несут какую-то энергию, какое-то даже колдовство, шаманство. Они, конечно, злые для тех, кто не понимает. Визуально смотришь, что это человек, который, ну, нужно показать, неизвестный какой-то объект. И, конечно, это нам кажется страшным, на самом деле. Страшным, потому что ты его не знаешь просто. Тем временем в мастерской, где стоит Чингисхан, работы остановились. Ситуация сложная. Итальянский мастер, который делал каркас для прототипа скульптуры, обеспокоен. Впервые за многие годы он сталкивается с проблемой, которой не может найти объяснение. Удивительно, но Даши спокоен. Вот это ровно, там трещина пошла. Не знаем, насколько серьезно. Через неделю мы должны быть в совсем другом месте. Не знаю. Зависит ли от него что-то здесь и сейчас? Сейчас мы что-нибудь не будем делать. Прежде чем взять на себя ответственность именно за эту работу, Даши получил разрешение от шамана, там, в Бурятии. Также наверняка поступал и сам Чингисхан, прежде чем начинать любой из своих походов. Кажется, что им вместе нужно серьезно обдумать следующий шаг. Каждый из них уже прошел большой путь. Впереди Лондон. Чингисхан не был там при жизни. Даже здесь, в Италии, покоритель мира сейчас впервые. Даши стал его проводником в сегодняшнем времени. Понимают ли они друг друга? Среди европейцев я себя чувствую азиатом. Среди азиатов, когда попадаю в Гонконг, допустим, или Таиланд, куда угодно, я ощущаю себя европейцем. И это вот подвешенное состояние, которое постоянного дискомфорта, но вот этот дискомфорт не помогает в творчестве. Даши, который был в Европе. Он был в Европе. Он был в Европе. Он был в Европе. Поэтому я думаю, что он уже влияет на Европе. И он влияет на Европе. Он был в Европе. В общем, это сибирская культура. Это культура Южной Сибири. Это взаимоотношения с Монголией, с Китаем, с Японией. Это сложнейшая и очень интересная культура. Для них характерно, и во всяком случае для Даши, осознанно или нет, все то, что было тысячелетней историей, присутствует и сейчас. Оно так же актуально и так же реально, как и то, что происходит сегодня. Это очень сложное и безумно интересное мировоззрение. И этим надо овладевать. В этом может быть диалог. Есть ли смысл волноваться по поводу трещины в материале, когда речь идет о категориях вечных? Страх, страсть, любовь — эти понятия вне времени, вне языковых и культурных барьеров. Мы понимаем эти чувства на клеточном уровне, вне слов, вне разума. Об этом скульптуры Даши. В небольшом итальянском городке, где Микеланджело брал мрамор для своих скульптур, готовится к отливке фигура восточного полководца. Итальянские мастера знают Даши, знают его работы не первый год. Они профессионалы. В какой-то момент кажется, что и они чувствуют сакральность происходящего. До отливки Чингисхана остаются считанные минуты. Субтитры создавал DimaTorzok A bronze sculpture of the Mongolian warrior Genghis Khan has been unveiled in central London. The 16-feet-tall creation marks the 850th anniversary of the leader, whose merciless conquests have become the stuff of legend. It will stand next to Cumberland Gate in Marble Arch until early September. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова